Попробуйте представить человека, который бежит по грязи и слякоти, опаздывая на работу. Попробуйте воспроизвести для себя, что он чувствует, чего он боится. Он смотрит на часы, он наплевал на свой костюм, у него грязные ботинки, и он продолжает бежать. Из каких убеждений он может исходить? Убеждений, касающихся его самого, убеждений, касающихся других людей. Почему-то он ставит себя ниже, чем другие. Это тот самый маленький человек, которого, к примеру, описывал Чехов или Гогов. Это такой слабый человек, который почему-то ставит себя ниже других. А кроме того, он ведь исходит из убеждения в том, что другие люди непременно его накажут, отвергнут, унизят, отнесутся к нему как-то плохо. Он боится людей. Вот социальная тревожность. Человек боится людей. Он боится быть отвергнутым. Его не примут. Его унизят. К нему плохо отнесутся. Еще пример. Человек опаздывает в роддом. Когда жена рожает ребенка. Вот он опаздывает. Опаздывает с работы. И ему даже в голову не пришло в этот день вообще на работу не пойти. Что должно происходить в его голове? И какие мучения должно ему доставлять то, что он опаздывает. Хотя обещал жене, что придет. Все-таки это событие, которое происходит не каждый день в жизни. И поддержать жену, и вообще присутствовать где-то рядом. Это очень важно для многих людей. И вот он хотел, но он не смог отпроситься. И, наконец, еще один пример. Каждый день молодой человек принимает Виагру, потому что думает, вдруг будет секс с женой. Но секса, конечно, нет и нет. Он пытается подстроиться под женой. И он говорит, что он дома не чувствует себя как дома. Он не может найти себе места. Он не может делать то, что он хочет, если в доме присутствует его жена, которого, между прочим, он сам туда привел. И, боясь, что его отвергнут, боясь, что ей что-то не понравится, он пытается предусмотреть все. И в результате как раз получает дальнейшее отвержение. Он получает в результате своих действий именно то, чего он и боялся. Он слишком сузил свое личностное пространство, редуцировал себя. Он редуцирует собственную свободу. Это рестрикция свободы и пространства. И что происходит? Казалось бы, он надеется на то, что его примут, что его полюбят. Но его ведь перестают замечать. Если он настолько уступчив, что нигде не выстраивает собственную границу и пытается все предусмотреть, лишь бы только его жене было комфортно, он добивается тем самым абсолютно противоположного результата. Так же, как и тот человек, который опаздывает на работу. Он туда прибежит, весь вспотевший. Он боится, что его отвергнут. Он боится, что его отчитают, накажут, а то и уволят. Но на него посмотрят, как он себя ведет. И как он к себе относится, и как он себя ценит, а точнее не ценит. И уволят. Иначе говоря, социальная тревожность побуждает человека к определенным типам поведения. Но в результате человек только подтверждает, подкрепляет собственные страхи, собственные опасения. И тревожность только усиливается. Это порочный невротический круг. Что стоит за феноменом социальной тревожности? На самом деле, очень простая дисфункциональная установка. Меня отвергнут. А кроме того, определенное отношение к себе. Я ничтожен. Я хуже, чем другие. Я не имею права на то, на что имеют право другие. Или я не имею права быть там, где другие, обладать тем, чем обладают другие, делать то, что делают другие. Вот они могут себе позволить что-то. А я не могу. Я не могу, потому что я ничтожен. Итак, я ничтожен и меня отвергнут. И вот теперь принципиальный момент. Мы переходим уже к характеристике ключевого психологического механизма поддержания невротического конфликта. Вот рассматриваем социальную тревожность. Человек боится людей, он боится социальных контактов. Отсюда следуют два типа поведения. С одной стороны, избегание. Человек начинает избегать социальных контактов. Избегать можно в целом общение с людьми. Сторониться людей. Стараться быть незаметным. Это один тип избегания. А другой тип избегания. Может быть более мягкая форма избегания социальных контактов. Это избегание конфронтации. Я все-таки туда иду, но я буду уступчивым. Я не буду там отстаивать свои границы. Я буду неконфликтным. Избегание конфликтов. Итак, с одной стороны мы имеем избегание, а с другой стороны другая форма патологического поведения, вызванного вот этими невротическими дисфункциональными установками или убеждениями. Это попытки преодоления. Смотрите, человек мучается, работая в каком-то коллективе, но продолжает там работать. Он пытается себя заставить. Он потому и бежит на работу. С одной стороны он избегает чего-то, но с другой стороны это же адское преодоление себя. Он бежит, но он не хочет туда бежать. И он втайне надеется, что он сейчас ногу сломает. И тогда у него будет мандат на то, чтобы не пойти. Я предъявлю им больничный лист. У меня сломана нога. Он даже на это готов. Но это попытка преодоления. Он преодолевает себя или преодолевает ситуацию. Он может в каких-то случаях пытаться проявить жесткость. Он в каких-то случаях даже пытается поскандалить. Но выглядит это убого. И когда человек скандалит, тот, от кого такого не ожидают, на него смотрят как на идиота. И в результате он не отстаивает своей границы. Он в любом случае действует как неуверенный в себе человек. Итак, и избегающее поведение с одной стороны, и попытки преодоления с другой стороны, то есть и то, и другое приводит к усилению страха быть отвергнутым. Это и есть ключевая характеристика психологического механизма поддержания невротического конфликта. Вот ты чего-то боишься. Ты можешь пытаться уйти оттуда, пытаться избегать ситуации, которые вызывают у тебя страх, или ты пытаешься это преодолевать. И, к примеру, если ты боишься социальных контактов, то давай-ка ты пойдешь заниматься боксом или какими-то единоборствами, или попробуешь пойти в какую-то социальную среду, может быть, даже на курсы пикапа. Кстати говоря, на курсы пикапа люди такие ходят. Для того, чтобы научиться быть уверенными, сильными, научиться, к примеру, контактировать с женщинами. Но получается-то что-то неестественное, так или иначе. И вряд ли они обучаются там чему-то полноценному, чему-то действительно стоящему. На таких курсах ничему стоящему научиться, конечно, нельзя. Потому что человек пытается так вот примитивно и просто себя переделывать. Итак, ключевая характеристика невротического конфликта заключается в том, что человек или действует в соответствии со своими глубинными дисфункциональными убеждениями и, к примеру, чего-то избегает, или он пытается действовать вопреки этим убеждениям. Но тем самым он тоже в результате их усиливает. Иначе говоря, что бы он ни делал, он оказывается в силках своего невротического механизма. Он оказывается в силках этого порочного круга невротика. Я страдаю от бессонницы, я пытаюсь заснуть, у меня не получается заснуть. Я не пытаюсь заснуть, у меня все равно не получается заснуть. И в связи с этим я теперь упомяну и центральную проблему любой психотерапии. Она заключается в следующем. Есть патологические установки, убеждения. Есть что-то болезненное внутри человека. Нужно ли с этим бороться или нужно это принять? Иначе говоря, в процессе психотерапии отражается та самая проблема. Отражается этот невротический конфликт. И задачей психотерапии является как раз преодоление самого этого невротического конфликта. Об этом, как это происходит, я уже расскажу в другой раз.